Ну, хочется быстрее уже начать играть. Интересно все-таки начать первую игру с победы. Хочется как бы. Ну и настроение боевое. Отлично. Ну, вот эта тренировка была самая тяжелая. Мы так уже сильно настраивались. Горать друг против друга иногда жестко. И отрабатывали многие элементы в защите, в нападении. И отработали пару комбинаций противника. Первого, Германии. Пока только Германию. Там пару комбинаций. Не то чтобы изучали, а просто посмотрели игры. Сейчас команда в хорошей форме, мне кажется. И мы готовы 9 игр сыграть. На хорошем уровне. Не знаю, будем настраивать. Боевая прическа. То есть это специально, да? Ну да. Договорились с командой. Подстричься покороче. Ну, мы так с командой решили поблиться, чтобы запугать соперника, как сказать. Чтобы хорошо выступить на Европе. Чтобы нас боялись. Ну, наверное, первая игра, как с Германией. Вот им больше внимания, потому что собираемся. Надо выигрывать первую игру. Последняя тренировка перед выездом достаточно тяжелая. Так планировалось? Да, да, да. Ну, завтра у нас выходной. День перелета. И у нас следующая тренировка только в среду вечера. Практически через двое суток. Ну, надо немножко было загрузить для того, чтобы была суперкомпенсация к четвергу. Немножечко мы готовились к игре из Германии. То, что информацию, которую имеем, мы как бы обработали. И, в общем-то, готовились. Насколько не факт, что, скажем, ту информацию, которую мы получили, они будут выполнять на сто процентов. Ну, вместе с тем, как бы, мы постарались противодействовать тем моментам, которые они чаще всего используют. Ну, тренер не может быть всем доволен. Ну, как бы, есть определенное удовлетворение то, что команда физически и функционально, как бы, хорошо готова на хорошем уровне. А вот в техническом плане, ну, как бы, за полтора месяца не переучишь. В тактическом, ну, как бы, что хватили, то есть, как бы, наработок много, но есть моменты, которые лучше выполняют. Есть, которые немножко похуже. Ну, стараемся, как бы, выполнять то, что лучше получается. Да, вот. По самому походу подготовки, ну, в общем-то, все прошло практически по плану. То есть, как запланировали, три сбора, турнир, три контрольных игры с Белоруссией. И еще даже свертываемые с 18-летними нашей командой две игры были контрольных перед турниром в Турции. Моментами организации, логистики вы, как тренер, довольны? То есть, вам всего хватало? Вы все получили? Да, 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 да. В принципе, да. В соответствии с уровнем нашей страны, в соответствии с уровнем финансирования и так далее. Потому что не все же, как бы, зависит от... Есть определенные, как бы, нормы финансирования таких мероприятий. В общем-то, в соответствии с этим все было, как бы, на достаточно высоком уровне. Я думаю, что в нашей группе Литва, все-таки, баскетбольная держава, тем более, вчера, 92-й год, то есть, часть команды будет в составе той команды, с которой нам играть, стали чемпионами мира, 19-летние. Вот. Но, вместо с тем, как бы, слабых, сильных соперников нет. То есть, это соревнования такого уровня, которое, в общем-то, краткосрочное. И, если ты хорошо готов, если, как говорят, тебе повезло, то есть, сопутствует удача, то есть возможность, как бы, выступить на хорошем уровне. И на соревнованиях такого уровня нет ни слабых, ни... Ну, как бы, есть фавориты, но слабых команд нет. Нельзя сказать, что вот Германия, там, не баскетбольная страна, там, достаточно высокий уровень, там, Бундеслиги и так далее. Италия, тоже хороший уровень, и в той, и в той команде есть несколько игроков, которые играют на высшем уровне, то есть, в Бундеслиге, в классе А, там, Италия и так далее. То есть, ну, как бы, опытные игроки. У нас есть несколько человек, которые, ну, Сандул, Липовый, Лебединцев, которые, как бы, на более высоком уровне играли, имели много игрового времени. Некоторые эпизодически, там, Прокопенко, Тихонов, когда в «Химике» они выходили, там, в замену и так далее. А вот, ну, и все остальные команды точно так же. То есть, команды, которые вышли из группы «Б», они не слабее, скажем, команд старожилов группы «А». В последнее время, особенно после турнира в Турции, как бы, уже, как бы, ну, чувствуется, что единый, практически единый коллектив. Даже тут шуточный факт, но то, что они все вместе пошли, как бы, решили, пошли, постриглись, да, кто короче, кто длиннее, скажем, ну, постриглись. И, ну, говорит о том, что, наверное, как бы, коллектив есть и, в общем-то, ну, работает, как бы, в одном ключе. – Тридеры не собираются поддерживать эту инициативу? – Инициативу постричься? – Да. – Ну, вы знаете, если бы это помогло, как бы, стать чемпионами Европы, наверное, постричь. – То есть, если выйдут в финал, то вы готовы постричь? – Даже если в призы попадем, я пострягусь и к вам приду на камеру, продемонстрирую. Ну, знаете, юношеские задоры у них, им, вчера был выходной, им надо было что-то поменять. Вот они решили там постричь, то есть это, как бы, я не считаю, что абсолютно так, да. Ну, вместе с тем, вот, как-то они так отработали. Был выходной. Что-то они там хихикали, совещались, там, поехали в город, приехали практически, ну, все пострижены. Ну, как бы, это не сильно шокировало, не сильно, как бы, удивляет. Ну, парни, пацаны еще, еще пацаны. – Спасибо большое. – Всего доброго. – Спасибо большое. – До свидания.